Ульяновский молодёжный театр имени Александрова в этом году вновь победил в грантовом конкурсе на организацию тифлокомментирования в Театрах России благотворительного фонда искусства, наука и спорт по программе поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд». На этот раз победа одержана в номинации «Продолжение». Есть условия по гранту, что хронометраж спектакля не должен превышать часа 20, часа полтора, то есть нужно уложиться в 90 минут. И поэтому мы выбираем спектакли по этому критерию. И ещё один важный критерий, почему были первые спектакли, например, «Пара шуток и хозяйка гостиниц». Ну, во-первых, это первые спектакли, которые появились в нашем театре, и они очень полюбились нашим зрителям. Дядя Стёпа тоже сейчас набирающий популярность спектаклей. Совсем недавно состоялась премьера первого в этом сезоне спектакля с тифлокомментированием «Руководство для желающих жениться». Постоянные зрители знают, что спектакль впервые был представлен к просмотру два года назад. Режиссёр Алексей Храпсков создал его по произведениям Чехова о Генри и де Филиппо. Спектакль получился ироничный, смешной, удивительно трогательный. О вечном противостоянии мужчины и женщины, любви благодаря и вопреки, прощении и самопожертвовании. Теперь его смогут посетить люди с нарушением зрения. Сейчас в театре идут репетиции премьерного спектакля «Дядя Стёпа» по знаменитому произведению Сергея Михалкова, режиссёр Дарья Долматова. Эта увлекательная и весёлая история становится поистине добрым воспоминанием по всему любимому и узнаваемому с ранних лет персонажу по фамилии Степанов и по имени Степан, дядя Стёпе. Его любят взрослые дети, им восхищаются поколения разных лет. Целевая аудитория – это люди, которые плохо видят, слабовидящие и какие-то проблемы со зрением. На остальных зрителей это никак не влияет, не мешает просмотру спектакля. То есть это происходит всё в режиме «Здесь и сейчас». Им выдаются специальные приёмники, и они, находясь в зале, слушают тифлокомментарий. Как и объяснил тифлокомментатор высшей категории спектаклей молодёжного театра, Гелюся Закирова, тифлокомментирование – это лаконичное описание предметов, пространства или действий, которые непонятны незрячим людям без специальных словесных пояснений. Есть определённые правила, принципы тифлокомментирования. Нужно соответствовать этим правилам. Например, тифлокомментатор молчит, когда актёры говорят. Происходит вот это описание, оно происходит в перерывах между репликами актёров. Это должно быть лаконично, в то же время образно, понятно для восприятия незрячего человека. Тифлокомментирование происходит в режиме реального времени, поскольку спектакль – живой организм. Если даже у нас есть наша шпаргалка, которая уже написана, тифлокомментарий сам, в любом случае актёры всегда импровизируют, в этом случае тифлокомментатор тоже импровизирует. В спектакле может что-то пойти не так, например, не вовремя выкатились какие-то декорации, или актёры немножко импровизируют, что-то там подзабыли, не по сценарию пошли. Здесь тифлокомментатор тоже импровизирует. В дальнейшем помогать тифлокомментировать спектакли будет фолонтёр из Ульяновской областной специальной библиотеки для слепых по тексту, подготовленному профессиональным тифлокомментатором, поскольку Гелюся Закирова живёт в Казани, и у неё не всегда получается приезжать в Ульяновск на показ таких спектаклей. Подобный опыт был использован в предыдущих спектаклях с тифлокомментированием. Театр приглашает на следующую тифлопремьеру 22 октября. Зрители с нарушением зрения смогут услышать спектакль «Дядя Стёпа».